Всем привет, друзья! Это новые фишки по 85-й карте. Тянуть не буду, поэтому поехали! А первая фишка на сегодня, друзья, это, конечно же, ракета-клоперка. Берем, нажимаем в ход кей ракеты и вот этот таргет указываем ровно на себя. И ракета у нас полетела. Не знаю, как у вас, но лично у меня эти ракеты начали стакаться вот здесь. Посмотрите, сколько я ракеток уже настакал. Они при этом еще и дают вижен, но управлять мы ими не можем. Хотя они могут вот так прикольно крутиться. Не знаю, чем вам это будет, так сказать, полезно, но есть такая тема. Иногда они стакаются вот здесь вот. Я не знаю, в других местах я, в принципе, не видел, что они стакаются, но баг, в принципе, очень непонятный и не знаю, когда его пофиксят, но, в общем, может он вам пригодится. Нажимаете на себя и ракетка полетела. В общем-то, первый такой вот фишка баг. Друзья, поехали на следующий. Следующая фишка у нас посвящена Фениксу, Манти и его ультимейту. Довольно-таки очень интересная фишка, которая позволяет ввести в недоумение оппонентов, что у нас тут будет происходить. Юзается Манты, быстро юзается яйцо. При этом появляется у нас яйцо, Феникс остается, он остается неподвижным. И, конечно же, у нас есть еще иллюзии. В чем прикол этой фишки, спросите вы? Тут есть такой небольшой, непонятный на самом деле, ну не буду говорить, что это. Когда Феникс вот так вот делает, он кликабелен сам, то есть мы можем вносить ему урон. И мы можем вносить урон также по самой Супернове. И что мы раньше собьем, либо хитпоинты Феникса сольем, либо Супернову, то так вы, в принципе, Феникса и убьете. Не знаю, чем это будет полезно, но запутать и удивить оппонентов, это будет очень прикольно. Но, как правило, на лоу ХП будет у нас юзаться вся эта тема, и у Феникса будет мало хитпоинтов. Как видите, я сейчас бил основного Феникса, и если бы я его убил, то, соответственно, Супернова была бы сбита. И наоборот, можно бить Супернову. Не знаю, как это работает вообще, в принципе, но это вот такая вот небольшая фишечка вам, друзья. Юзайте как хотите, смотрите, и, конечно же, скажите спасибо Азису за то, что показывает. Поехали далее. Следующая фишка у нас будет посвящена змейкам Виномансера и змейкам, конечно же, нашего Шадоу Шамана. Давайте поставим несколько змейек у нас Виномансера и посмотрим, что у нас будет происходить, если будет ставиться купол в них и, конечно же, в оппонентов. Как вы видите, змейкам Виномансера абсолютно равно то, что у нас находится в куполе. Как купол он должен останавливать всех, как остановил у нас оппонентов. Но, как видите, на змейек Виномансера это не распространяется. Давайте поставим у нас Змеек Шамана и посмотрим, какая у нас тут ситуация. Ставятся Змейки, опа, Войт такой влетает и, конечно же, Змейки у нас не работают. Но есть одна приколюха, которая позволит у нас проигнорировать вот эту тему с Куполом благодаря тому, что мы покупаем Аганим. Смотрите, покупается Аганим у нас на Шамане, вот это мы убираем и ставятся Змейки заново. Опа, Войт подходит у нас такой, ага, я помню, что Змейки блочатся, а потом такой, блин, а как так, не работает. В общем, Аганим для Шамана позволяет проигнорировать Купол и, конечно же, Змейки также начинают атаковать. Запоминайте, Змейки в Куполе без Аганима не бьют, но с Аганимом начинают бить. Очень годная и интересная фишка. Поехали далее. Следующая фишка будет у нас посвящена Войду и, конечно же, Адмиралу. Все мы знаем, что Войт, когда ставит Купол, он двигается в Куполе со скоростью 1000 единиц. Но есть какой-то непонятный баг или фишка, называйте это как хотите, которая не позволяет ему пользоваться этой скоростью. Давайте покажу. Смотрите, ставится Купол и, конечно же, сначала мы бегаем, но после Креста мы начинаем замедляться. Почему-то МС у нас становится обычным. Если в Куполе на Войда кидается у нас какой-нибудь Крест, то, конечно, Войт у нас теряет эту способность. Давайте попробуем сделать по-другому. На нас висит уже Крест, мы кидаем и все равно у нас не работает. То есть получается, что Войду... О, видели? А сейчас побежал, когда Крест закончился. Получается такая тема, что когда Войт находится на Кресте, тогда он не может пользоваться своей скоростью, которая ему дается в Куполе. Давайте вернем и... Смотрите, он не может все равно бежать, а если выйдет и зайдет... Во! А если выходит и заходит, то обратно начинает все восстанавливаться. Не знаю, как это работает, но я помню на стриме у меня было недоумение, почему Войт так медленно бегал в Куполе. Все из-за Креста Кунки, друзья. Поэтому пользуйтесь. Очень даже интересная фишка. В прошлых фишках, друзья, вы помните, я показывал, что у нас на 85-ю карту внедрили покупку по одному нажатию. Как это работает, давайте я вам напомню. Подходим на респаун. Если вы не хотите покупать ПТ по дефолтному, допустим, С, Е и Г, вы берете, просто нажимаете здесь один раз, левая кнопка мыши, и у вас предмет собирается. При этом все как бы работает, сейчас это все пофиксили. Есть еще одна фишка новая, которую тоже недавно внедрили, и, конечно же, она очень хороша. Все вы помните, что Бладстоун собирается у нас через Energy Point и Vitality Booster. Конечно же, эту тему можно все разобрать. Если вдруг у вас собрал Саркан, то вы можете просто разобрать его по нажатию правой кнопкой мыши. Смотрите, допустим, я собрал Сию, и мы можем нажать два раза ПКМ, и Сия у нас разбирается. Но эта тема опасна в драках тем, что если вы любите биндами перекидывать свои артефакты, как это делаю я, то есть, допустим, мы берем, поднимаем правую кнопку мыши, нажимаем бинд, допустим, у меня пятерка вот здесь вот, и на пятерку перекидываем. Но если вы поднимаете и нажимаете бинд еще раз, то предмет у вас разберется. В целом, как разобрать артефакт? Правой кнопкой мыши нажимаете один раз, и на сюда же нажимаем правой кнопкой мыши второй раз. И, конечно же, у нас артефакт разбирается. При этом разбираются даже иногда такие предметы, которые не должны разбираться. Как вы знаете, рапира у нас, не знаю, в соло-лобби, как видите, она работает, но именно в обычной игре, я не знаю, будет это работать или нет, но желаю вам проверить. По-моему, работало. Правой кнопкой мыши мы можем разобрать рапиру, а это значит, что если у вас рапира не работает, то вы спокойно можете ее, по идее, взять вот так вот и разобрать. Но это не точно, это вам нужно будет уже самим проверить, так как у меня нету возможности. В общем, есть еще тут несколько фишек, которые я вам сейчас тоже буду показывать. Поехали смотреть. Итак, первая тема у нас с закупом, это, конечно же, правильная покупка Magic Wanda. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить, когда мы просто купим его по одному клику. Опа, нажали, и он у нас вот здесь вот появился. Примечательная тема, чтобы у нас тут желательно не было курьера. Подходим, поднимаем, и у нас есть бонусный халявный один зарядник. Не знаю, такой себе абузик, но, тем не менее, все равно. Мелочь, но приятно. Следующая тема у нас с закупом, друзья, такая. Есть у нас такая приколюха, что тут мы можем собрать по Oblivion Staff. Но собирать его тут нужно очень аккуратно. Как вы видите, я покупаю уже последний ингредиент для Oblivion Staff. И что ж, остается всего считанное мгновение до того, как я соберу его. И начинаем покупать. Смотрите, покупаю, а он тут появляется, да? А вот если по-другому начинать собирать, то не появляется. Смотрите, сначала покупаем маску, потом вот так вот делаем. А если вот сделаем вот так, вот смотрите, опа. И начинаем покупать Quartestaff. Причем, смотрите, деньги у нас снимаются. Снимаются. Но артефакта не появляется. Что делать, спросите вы? Я сам не знаю, что делать. Поэтому вот с этой темой, друзья, нужно быть поаккуратнее. Потому что артефакт просто не появляется нигде. У меня нет ни курьера, ни здесь в героях. Эта тема тоже не появляется. Я не понимаю, как это работает. Но если вы выложите вот так вот тему, то все у вас, конечно же, соберется. Не прогуляйте, друзья, деньги и будьте бдительны. Поехали далее. Итак, друзья, следующая фишка у нас, конечно же, с аганимом на рубя насасина. Все вы знаете, что некоторые герои у нас не могут выкидывать аганим после того, как его собрали. Посмотрите, так же не может сделать и руф, так же не может сделать вивер. И, конечно же, не может сделать у нас на рубя насасин. Но есть одна приколюк, которая позволяет у нас воспользоваться той темой, что на рубе можно выкинуть аганим. Смотрите, мы закапываемся в бору и пытаемся как-то выкинуть, но ничего не получается. Но если у нас будет второй аганим, и мы сможем разобрать его. И это тоже нужно разобрать. И тогда вылезти. И у нас получается так, что остается способность и остается пустой инвентарь. И важно очень аккуратно вот эту тему всю продать, чтобы он у вас снова не собрался. Иначе вы никак не сможете его вытащить отсюда уже с инвентаря, как бы вы ни пробовали. Даже с вот этим абузом во время закапывания вы также не сможете выкинуть этот аганим. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Очень интересная тема. Поехали далее. Следующая фишка у нас будет, конечно же, касаться Queen of Pain. Друзья, все вы знаете, что у Queen of Pain есть ультимейт. Он называется Sonic Wave. Естественно, что у него есть ультимейт. И нажимаем его вот сюда и посмотрим, долетит ли у нас до войдов. Как видите, до войдов у нас ультимейт не долетает. Давайте нажмем еще раз. Не долетает. Но если сделать вот такую тему, что вы ультуете и блинкуетесь, то ультимейт летит у нас немного дальше. Это значит, что ультимейт привязывается к самому персонажу. И, конечно же, дистанция ультимейта у нас возрастает. Давайте я покажу вам еще раз. Смотрите, допустим, даже если мы стоим тут и блинкуемся сюда, то ультимейт у нас достает. При этом неважно, блинкуетесь ли вы с дайгера или блинкуетесь вы просто со второго спейла. Очень даже хорошо эта тема работает. Поэтому пользуйтесь. Поехали далее. Следующие фишки у нас будут посвящены вот этим нескольким героям. Но на самом деле таких героев можно придумать очень много. Ну и в чем она заключается, спросите вы. Смотрите, все вы знаете, что когда Санкинг кастует вот так вот песочек, у нас тут есть такой вот эффектик. Но такая приколюха, что этот песочек, он привязывается к самому персонажу. И, как вы видите, у нас оппоненты начинают подвергаться демиджу. Считается, как будто здесь вот тут вот песочек происходит. Но эффект находится у нас там. Поэтому эта тема очень прикольная тем, что если вы вот так вот будете немного иногда подобузивать. То есть, смотрите, допустим, вы сюда перетянули Санкинг. И Санкинг вот здесь стоит невидимый. И тут начинается вот такой вот демидж. Считается, как будто шторм Санкинга вот этот. Он наносит урон именно здесь. А Санкинг находится в другом месте. При этом эффект у нас расположен здесь. Это такая первая фишечка. Следующая фишечка у нас будет такая. Смотрите. Все вы знаете, что ЦМка у нас очень любит кастовать ультимейты. И мы можем сделать такую тему. Опа! Также это работает вот так вот. Можно сделать еще вот так вот. И, конечно же, ультимейт у нас уже на ЦМке приходит сюда. Эта тема вот так и будет работать в игре, друзья. Поэтому можно так засейвливать ЦМку. Или же, если вы хотите, чтобы... Ну, блин, это прикольно вообще. То есть, ЦМка стоит, кастует. И вы спокойно ее вот так вот можете подтягивать. Также у нас это работает и с Энигмой. Но Энигма в Блэк Холл у нас остается вот там вот. Поэтому можно подсейвить просто Энигму. Но сейчас мы это проверим. И, кстати, будет у нас ли Блэк Холл именно работать так, как работает ультимейт ЦМки. И как работает Сан Шторм Сан Кинга. Давайте сейчас это проверим. Допустим, Блэк Холл здесь. Но я думаю, не будет работать. Да, Блэк Холл остается именно здесь, в этом месте. Поэтому, друзья, вот такие вот небольшие тесты и фишки. Смотрите и прикалывайтесь. Поехали далее. Следующие фишки у нас такие. Смотрите, у нас есть Диффуз и есть Некрачи. Плюс дополнительные способности, которые мы можем юзать. Допустим, Жигернау ставит у нас Хилку. Хилка начинает убегать. И мы Диффузилом можем остановить ее. При этом она постоит и начинает двигаться дальше. Пурги делает так, что полностью обездвиживает такой вот у нас спелл. Не может у нас двигаться Хилка. Также это будет распространяться и на Некрачей. Допустим, на одного Некрономика на я закинул Диффуз. Он постоит и потом начинает движение дальше. То есть это в нужный момент может спасти вам Зад. Ну и, конечно же, Фрозен Сигель также это будет делать. Смотрите, также юзаем на него Пурги. И, конечно же, он стоит на месте. Я еще подразумеваю, что Пурги от обычного Сатира также должны абсолютно работать. Ведь эти Пурги, они идентичные. Но сейчас мы это еще добавим, проверим. Итак, приручили мы маленького Сатирчика и пробуем, будет ли это работать. Нет, это работает немного послабее. Но, тем не менее, есть у нас тут такое же замедление. Но почти, оно почти идентичное. Но все равно может у нас, видите, идти у нас Некрач. И также у нас мог двигаться вот этот Хилинг Вард. Но он не так работает, конечно же, как Пурги. Все-таки этот Пурги с Диффузил немного посильнее, нежели чем вот этот. Не знаю, как это работает и как это разделяется. Но, тем не менее, я это вам показал. Поехали далее. Следующая фишка у нас такая. Сможет ли Феникс с помощью лазера выйти из Купола Войда? Смотрите, если Войд ставит Купол Феникса при включенном в Санрей, то Феникс может просто проигнорировать этот Купол и вылететь спокойно. При этом это даже работает еще и на Юл. Все вы, наверное, замечали на Торнадо Инвокер, на Юл. Эта тема тоже работает. Но тут главное Фениксу на самом деле не ошибиться. Когда включен Санрей, вы можете его отключить во время Купола. Но дальше вы включить его его уже не сможете и ничего не сможете нажать. Поэтому, друзья, будьте бдительны. Следующая фишка, друзья, у нас такая. Все вы знаете, что Омник может дать неюзимость на своих крипов. Но как переманить эту неюзимость, спросите вы. Очень просто. Смотрите, перебафаем ультимейт Омника и возьмем, допустим, крипа этого же Омника. Просто переманим либо вторым спеллом Энчантрес, либо просто возьмем Доминатор. У нас теперь тоже появился такой мега-крип, но, к сожалению, на кратенькое время. Давайте попробуем еще раз. Смотрите, берем этого крипа и этого. Теперь у нас тоже есть неувезимые крипы. Не знаю, чем вам это поможет, но это тоже очень прикольно. Вдруг какой-то мега-пуш идет. Что, друзья, следующая фишка у нас делается с помощью чена, крипа и, конечно же, неловкого оппонента. Допустим, разыграем ситуацию. Какой-нибудь оппонент тпшился у нас с базы и мы должны на чене ловко все так провернуть, чтобы мы отправили нашего оппонента, конечно же, на колодец. Как, вы спросите, я это сделал. Я просто взял, переманил крипа, на которого тпшился этот оппонент. И, конечно же, вернул его на базу с помощью своего дополнительного спела. Это довольно-таки очень просто, но эффективно, друзья. Не знаю, я думаю, может быть, в рубрике «А что если?» мы, конечно же, попробуем эту тему сделать. А как вам фишка? Заходит или нет? По-моему, прикольно. Следующая фишка, друзья, у нас такая. Все вы знаете, что джиггернаут в ультименте может нанести очень много урона, но как этого избежать? Я вам сейчас покажу. Смотрите, во-первых, что может вам спасти жопа? Это то, что вы можете просто так накинуть на себя астрал. Допустим, если вы играете за пугну. Смотрите, юзаем на себя астрал, урона вообще нет. Но в случае, если у вас нет возможности накинуть на себя астрал, то вы можете накинуть его на джиггернаута. Тем самым вы немножко, но смягчите тоже этот урон. Как видите, мы нанесли 515 хп осталось. И сейчас давайте без астрала путь джиггернаут нанесет нам урон. Он снесет нам, конечно, чуть-чуть больше хп и останется у нас, как видите, 452 хп. Но примерно одну-две тычки джиггернаут успевает дать еще в ульте, независимо от того, что у нас еще ультимент джиггернаут наносит, конечно же, физический урон. Но об этом уже на гайде. Поэтому, друзья, пользуйтесь, чтобы заблокировать полностью урон с джиггернаута. Конечно, желательно накинуть астрал себе. Но для того, чтобы урона нанеслось чуть-чуть меньше, в случае, если у вас нет возможности накинуть астрал на себя, то, конечно же, лучше накинуть тоже астрал на джиггернаута. И с руки он не сможет ничего вам нанести. Вам нанесется только тот урон, который наносит именно омнислэш, а именно физический урон. Все, друзья, поехали next. Следующая прикольная недоработка или фишка, друзья, у нас у зомби. Если вы хотите правильно заюзить БКБ на зомби и не спалиться, желательно рекомендую вам делать не так, как я сейчас делаю. Смотрите, нажимаем БКБ и нажимаем ультимейт. И у нас получается зомби вот такой вот на полкарты. Если вы хотите заюзать все аккуратненько, чтобы вас не спалили, не дайте сначала БКБ, сначала завязайте форму. Ну а если хотите выпендриться перед друзьями, то, конечно же, нажмите сначала БКБ, а потом нажмите форму и получится у вас огромный зомби. Давайте я покажу еще раз. Блин, это прикольно на самом деле. Очень годно. Поехали далее. Итак, друзья, следующая фишка у нас касаемо доминатора. Доминатор у нас иногда работает очень странненько. Допустим, если мы берем доминатор, один раз переманиваем и, конечно же, покупаем доминатор снова, то иногда бывает такая тема, что крипы у нас не умирают. Давайте, допустим, проверим. Смотрите, сейчас крип умер. Мы сейчас реставрим. Типа у нас время уже проходит. Доми. Покупаем опять доминатор. И, конечно же, опять реставрим и переманиваем. Смотрите, ну сейчас не получается почему-то. Оп, переманили еще раз и у нас получилось все. Не знаю, как это работает, но это работает очень довольно-таки интересно. Я, наверное, запилю отдельный видосик по этой теме. И, конечно же, будет это, наверное, очень интересно. Не знаю, смотрите, мы уже сколько переманили. Оп, и Огр умер. То есть, будет это работать в игре или нет, я это буду тестировать. Как видите, я с одного доминатора понабрал сколько крипов. Не знаю, как это работает на самом деле. Я буду тестить эту тему в игре. И попробуем сделать очень жесткий такой суммон с доминатора. То есть мы будем переманивать, продавать Попробую это сделать с помощью алхимика И, надеюсь, все прикольно получится Попробуем насобирать все ауры, а потом пойти в OneWay, друзья Ну что ж, на этом я видосик свой, наверное, оканчиваю Как-никак уже 18 минут вроде небольших таких фишечек Обязательно поставьте лайк, если вам понравился такой небольшой выпуск, друзья Напишите, какую фишку вы узнали впервые, а какой уже знали Ну и, конечно же, не забудьте поставить лайк Ведь это то, что нужно для того, чтобы продолжать двигаться вперед Это моя жесткая мотивация Спасибо всем, с вами был Ксанас и до скорого Вот, друзья, бонус для тех, кто еще не отошел Вы помните, был видосик про Урсу, который был просто гигантский Вот, к слову, вот этот видосик, друзья И, конечно же, я оставлю ссылку в описании Обязательно посмотрите этот видос, кто его не видел, друзья Обязательно подписывайтесь, если хотите не пропускать такие видосы Ну и что ж, раскрою вам секрет, как же все-таки мы это делали Из-за того, что у нас тут есть Баг Плейсер, как говорится Третий спелл у нас у Абадона позволяет забафать Урсу Когда Абадон кого-то атакует, мы должны на Урс подойти Включить ультимейт, ударить разочек и отойти Отходим, ждем, прожидаем Оп, и Урса немного увеличится Проделываем это несколько раз И у нас получается так, что Урса может безлимитно увеличиваться Как видите, Урса у нас уже стал немного побольше Ну и, в принципе, вот такая вот небольшая фишка, друзья Душите, душите Пока есть возможность, друзья Обязательно поставьте лайк, если это вам очень-очень годно И пригодится, друзья Все, я пошел Продолжение следует...